Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Понятно. Повоз готов. За четверг-пятницу мы их расторглавляем и наводим порядок вокруг, где будет освещение колоколу. Понятно. Присаживайтесь. Ольга Владимировна Дорохина, проект визуально-машавтного дизайна ансамбля Турского премьера. Пожалуйста. Проектная документация подготовлена в полном объеме. Мне было 6-го числа, рассмотрено Министерство культуры Российской Федерации. В целом получила одобрение. Рассмотрено предварительное заключение экспертизы, эксперта Кроленко Ивановича и Министерством культуры данной рекомендации в части заключительных положений конкретизировать объемно-пространственные характеристики. То есть определить уже конкретно не отметку, а хотя бы разницу отметок между вновь возводимым строением отметка кровли и существующим отметкой колька существующих строений. По пластике фасадов. Дать более спокойную пластику фасадов. Все эти замечания Министерства культуры, рекомендации будут учтены экспертом, подготовлены к кончательным заключениям. Но в целом все... А у нас там большая разница, что ли, получается, по коньку? 2,6, но они вот сказали, что безболезненно будет где-то полтора метра. Но учитывая, я думаю, что когда технически будем прорабатывать, может быть, даже и предварительно проговорить с экспертом, чтобы безпрепятственно обеспечить отводы фасадных осадок. То есть площадь крыши достаточно большая, чтобы обеспечить уклон. Едуард Владимирович, а мы можем, как бы, на Ваш взгляд, мы можем... Полтора метра пишем здесь. Дело в том, что существующий фронтон, который будет выходить в интерьер, он как раз соответствует всем конькам, о которых мы сейчас говорим. И хотелось бы, чтобы фронтон был виден из интерьера. Поэтому над фронтоном должно быть какое-то покрытие, в прямом случае. Чтобы фронтон был... Ну, я понимаю, да. Я думаю, что эти вопросы технически все регулируют. Для этого нужно нам не полтора метра, а где-то 2,6. Вот Вы как раз так и рассчитывали, что над фронтоном у нас будет высота в верхней части, а покрытие 2,6. Едерард Владимирович, как раз эксперты сказали... Либо мы просто перерезали фронтон, но практически в верхнюю часть фронтона не будем видеть. В этом и смысл был в ландшафтном визуальном анализе. Они указали все рядовые точки и смотровые коридоры, где это здание не должно быть видно. Значит, Вы посмотрели, то есть из какой точки, практически как партизан. Это здание получилось, как партизан спрятался, и нет ни с какой точки не видно. Чтобы четко соответствовало экспертам и министерство. Эксперт еще добавил такую фразу в конце, что предлагаемая отметка предпроектного предложения, она допустима. Поэтому, я думаю, что никаких вопросов не должно быть. Хорошо. Ну, тогда давайте мы в данном случае попросим нашу архитектурную группу посмотреть, поработать и дать какие-то уже предложения. Тогда, может быть, в нашей следующей. Две недели будет достаточно для того, чтобы принципиально эти вопросы рассмотреть? Еще не видели заключение. Нужно присылать заключение. Он заключение. Сейчас по крайней, да. Все, понятно. Хорошо, пожалуйста, есть к Ольге Владимировне и Эдуард Владимировичу какие-то вопросы есть, коллеги? Нету, да? Спасибо. Так, Ольга Владимировна, ну, это о заключении уже все вместе, да, Турамокат? Так, Валерий Витальевич, в ходе решения вопроса по передаче объектов Тульского Кремля безвозмен в бессрочное пользование. Ну что, Валерий Витальевич, весь пакет документов, который входил... Находится в Росимуществе, уже не один месяц находится. Ну, сколько он там находится? Ну, вот весь пакет, чтобы уже окончательно принять решение, был направлен 8 августа. Ну, то есть месяц. Нашим управлением Росимуществом. Хвалев здесь, да? Так, да? Да, Валерий Витальевич. Ну, то есть месяц нам. Хорошо, тогда сегодня я тогда позвоню, сказать, Дергунову, и с ней этот вопрос задам. Хорошо. Хорошо.